Самарские новости спорта В первенстве мира завоевали 18 медалей, 13 из них золотые. На лодках «Дракон» выступали Никита Бакурский, Роман Гаврилов, Надежда Гусарова, Юлия Касьянова, Анастасия Астанина и Ольга Захарова. Им покорились дистанции 200, 500 и 2000 метров. Конкуренцию самарцам составили сборные команды из 16 стран. «Драконом» управляют двое. На носу сидит спортсмен, который бьет в барабан, задавая ритм гребцам, а на корме – ролевой. Грести могут 10 или 20 человек, в зависимости от длины лодки. Китайский вид спорта с каждым годом приобретает все большую популярность в мире. Первенство мира по современному пятиборью выиграла Алена Попова. В Каире, Египет, первый вид программы самарской спортсменке не удался. В фехтовании девятое место. В плавании она уже вторая, конкур вывел Попову вперед. А комбайн «Бег и стрельба» помог нашей спортсменке удержать преимущество и завоевать золотые медали первенства мира по современному пятиборью. Серебро у Италии, бронза у Белоруссии. Нет равных самарским спортсменам и среди паралимпийцев. 12 медалей они завоевали на альтернативной паралимпиаде. В Подмосковье выступали 7 наших спортсменов. Самую внушительную коллекцию наград привез самарский пловец Вячеслав Ленский. Четыре раза он становился чемпионом. На дистанциях 50 метров, дважды на 100 метровки и в смешанной эстафете. Второй результат Ленский показал на 400 метрах вольным стилем. У тольяттинского пловца Сергея Сухарева 3 золота и мировой рекорд. Вероника Доронина, легкая атлетика, привезла 3 золотые медали в беге на 100, 400 и 800 метров. В пулевой стрельбе отличились первыми местами Николай Крыгин и Наталья Далекова. Отмечу, результат Далековой превзошел чемпионские показатели в Рио на паралимпиаде. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.